Дети ее очень любят, никому она ничего злого не сделала. И вот она всегда, видите, находится с метлой. Вот для чего у нее эта метла? Она вот, когда ее поставишь в доме, то она своих этой метлой пригребает, а чужих всех отгоняет. Своих сказочных персонажей, обладателей не менее сказочной фамилии, Наталья и Михаил Репко лепят из подручных материалов – старых курток, шуб, чулок или пакли. Куклами увлеклись четыре года назад, когда вышли на пенсию. Двор семьи Репко в поселке Горняцкий, как музей под открытым небом. Пальмы с бутылок и лебеди из шин соседствуют с Бабой Егой, Айболитом, Колобком и Русалкой. Часть вытворялочек, как сами называют свои произведения, демонстрируют на слете работников культуры. Теперь уже ходят люди по поселку, кто-то несет старые платочки от бабушек, кто-то несет какие-то бусики, кто-то несет вот паплю, кто-то… И люди отдают, потому что у них мешками это лежит. Понимаете, вот всякие кружавчики, вот это вот, маками люди пожилые приносят. Они не знают, куда их деть. Оживают не только персонажи русских сказок. На один квадратный метр сразу несколько знаменитостей в литературной сфере. В выездной библиотеке Пушкин и Гоголь читают стихи. Эх, птица, птица тройка, кто ж тебя выдумал? А в соседнем павильоне Антон Павлович Чехов, возможно, пишет одно из своих знаменитых произведений «Человек в футляре» или «Вишневый сад». Каждый город и район области старается по-особенному рассказать о русских поэтах и писателях. Так в литературном палаточном городке участники соревнуются за звание «Звезда слета». В Ростовской области, по оценкам Министерства культуры, ту, которую они мне дают, 220 тысяч человек занимаются творческой деятельностью. Это очень и очень много. Но нет ни одной отрасли, ни одной, какую бы вы сейчас мне ни назвали, которая бы так объединяла людей. Это уже пятый слет работников культуры. Больше 600 представителей творческих профессий из 55 муниципалитетов приехали в Белоколитвинский район для обмена опытом и поиска творческих идей. Екатерина Лободина, Андрей Токарев. На Дону.